И еще раз доброе утро всем, кто присоединился к нам только что, спешу сообщить о том, что у нас есть подарки, тем более я уже об этом рассказывал, вот такие два пригласительных билета на выступление Comedy Black, которое состоится 22-го числа, точнее 12-го, 12-го в 22.00, вот так вот, ну я хотел быстренько сказать, да. Для получения этих билетов вам нужно всего лишь написать какую-нибудь веселую шутку или историю к нам на форум «Ветка апельсинового утра», форум Порт-Амура. Также вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. У нас сегодня в гостях врач-травматолог Владимир Дудкин. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Доброе утро. Владимир, вот мы только что посмотрели сюжет про то, как отдыхали облаговещенцы и жители Амурской области на этих каникулах. Вот скажите, пожалуйста, у вас-то работы не прибавилось после всех этих горок? Как в садах и всего остального? Удалось отдохнуть и, к удивлению, работы было минимум в эти праздничные дни. Дети не травмировались. Ну, слава Богу. Что случилось-то? Слава Богу, действительно. У меня вопрос логичный. Что произошло? Почему? Ну или из-за хорошей погоды, за окном минусовой, все прятались дома и не травмировались. Ну или же все-таки родители уделяли больше внимания детям, старались организовать их досуг. Естественно, дети были под присмотром, ну и опять же не травмировались. Я надеюсь, что второй вариант. Скорее всего, я тоже надеюсь. Я искренне. Ну а вообще, вот в какое время? Для меня вообще, в принципе, логично было, что именно в эти праздники больше всего травмируются дети, но оказывается, что нет. В какие дни? Ну, по статистике нашего отделения, детского травматологического отделения областной больницы, основной период травмирования детей – это вот летние, конец весны, теплые дни, начало осени. То есть вот эти где-то приблизительно 6 месяцев в году – это наиболее травмоопасные месяцы для детей. То есть это каникулы, теплое время года, дети больше времени на улице. Ну это опять же минимум одежды. И опять же, когда зима, одежда мягкая больше, при падении все это смягчает травму, естественно, тоже травм меньше. Вот единственный совет, который, наверное, все-таки будет правильным, как обезопасить своих детей и себя в том числе – быть внимательным. А родителям быть внимательным вдвойне за своими детьми, потому что очень опасно на самом деле. Да, и чему-то надо их научить наверняка. Как делать? То есть если падать, то падать надо правильно, да, Владимир? Да, согласен. Вот как правильно падать? Получиться группироваться, не расставлять конечности в стороны при падении, и тогда тоже будет количество травм уменьшено. То есть не надо бояться лететь и выставлять руки вперед вот так, как кошка, да? Да, ни в коем случае. Это не нужно делать, потому что проще поцарапать себе шкурку, так сказать, да, нежели потом этими культяпочками сломанными ходить вот так. Кстати, а какие самые частые травмы, которые случаются в зимний период? Вот, естественно, это, ну, в принципе, как и летом, в зимний период, травмы верхних, нижних конечностей. Ну, конечно, увеличивается количество ожогов. Это, опять же, связано с отсутствием мер предосторожности в домах. Как ни странно, зима, да и ожог. Да, то есть люди стараются отопиться, согреться, опять же, эти возгорания лишние, то есть ожоговых травм очень много. Что касается снежного городка, так как на каникулах, естественно, дети много времени там проводят, по вашим наблюдениям, то есть мы тоже в свое время катались на горках, сейчас безопаснее это все для детей делает? Сейчас намного безопаснее горки, сам катался вместе с ребенком на этих горках, очень понравилось. И, скорее всего, и с этим связано отсутствие детской травмы в эти новогодние праздники. Очень хорошо. Но это не может не поднимать мое настроение, потому что, наконец-таки, научились делать безопасные горки. Я обычно всегда травмировался. Каждый раз, когда я ходил кататься на горке. И синяки в том числе. Все ясно. В общем, я предлагаю прямо сейчас нам отвлечься ненадолго от беседы и посмотреть, как же отдыхали, как проводили эти каникулы амурчане. Прокатились там на горке, не на горке. Дома сидел. На снаборде, да? Дома, дома вообще на новогодние праздники только надо находиться. Что жизнь такая? На площади на горках. Гуляли просто, свежим воздухом дышали. Обязательно выход на лед, катание на коньках, обязательно легкая пробежка на природе, как бы все. Активный отдых. На горке катались. На каток, горки. Горка катались на сонках. Все 9 дней спали, отдыхали, ели. Вот за столом. Эти каникулы вот эти вот зимние, да, новогодние. И ничего себе не сломали. Да прекрасно, слава богу. А тем, кому помезло меньше, вот вам в напоминании об этих прекрасных днях наш сегодняшний гость. Врач-травматолог Владимир Дудкин. Продолжаем разговаривать. Володь, а вот есть такой вопрос сразу же. Ну, многие же знают наверняка, что чаще травмируются либо дети, либо... Старики. Да. С чем это связано? Детский травматизм связан, естественно, с излишней активностью детей. То есть они познают мир, энергия прет через край. Да, и поэтому им надо все успеть, везде все увидеть. С этим связано, конечно, их более такой серьезный и обширный травматизм. Опять же, детский травматизм зависит от того, следят за ними родители. То есть какой период. Каникулы, школа. Когда дети обучаются в школе, естественно, они под присмотром. Когда каникулы, они сами себе предоставлены. Опять же, идет повышение травматизма. Ну, а старшее поколение, естественно, там травмы связаны из-за остеопороз. То есть проблема. Косточки хрупкие. То есть там малейшая травма, которая для обычного человека не представляет никакой угрозы. Там может повлечь за собой серьезные переломы. Вот о чем я и говорил, друзья мои. Самое главное, что нужно сделать, это следить за тем, что в организме должно всего быть предостаточно. То есть кальций и все остальные микроэлементы, которые позволяют вашим костям быть крепкими. А еще у пенсионеров, хочу сказать, компенсируется это их осторожностью. И правильно, молодцы. А, кстати, да. Быть осторожными. Да, пенсионеры-то они, да, они такие очень осторожные. Ну что, давайте еще поговорим немножко. Я хотела бы узнать, знаете, что вот мы анонсировали то, что обязательно расскажем нашим зрителям, как же сделать так, но если вдруг случилась какая-то травма, да, и под рукой понятно, что есть что-то вот, что-то есть под рукой, а как из этого сделать какую-то повязку, непонятно. Это да. Вот как помочь себе самому, первую медицинскую помощь, как оказать врачу. И нужно ли это делать, или все-таки стоять сразу же, да, или подождать, и сразу же дождаться врачей, или ехать непосредственно в травматологию. Вот ваши советы профессиональные. Ну, обычно при травмах оказывается самая взаимопомощь. При переломах, то есть подозрении на перелом, необходимо фиксировать сам сегмент, например, предплечье и два близлежащих сустава. Это локтевой и лучезапчастный. Также, соответственно, при переломах голени нужно фиксировать голеностопный коленный сустав. Подождите, это где? То есть предплечье показывали? Значит, предплечье от пяснофалангового сустава до плечевого сустава. Это надо фиксировать при переломах предплечья. А как это сделать? Вот смотрите, у меня, допустим, с собой дамская сумочка. Вот сейчас бы взяла мой дамский ваул. А, кстати, сумочкой очень даже удобно. Да. Вот как это сделать? Вот что можно тут такое вынуть, чтобы это зафиксировать? Просто на шее повесить сумочку, а руку положить. Положить, да? Да, как раз вот в этот. По типу получится косыночная повязка. Ах, вот. Видите, какой интересный вариант, кстати, я не знаю. Также просто прибинтовать ее к туловищу, та же фиксация будет. При переломе ноги, чтобы шинировать ногу при отсутствии каких-то там палочек, лыж или еще, можно ногу элементарно прибинтовать к здоровой ноге. А, ногу к ноге прям? Да. То есть здоровая нога будет также являться шиной для поврежденной ноги. Вот как. Ну и заставить не двигаться обязательно. Ну, естественно, нужно положить. И сразу же вызывать скорую помощь. Вызывать скорую помощь специалистов, которые уже врачебную окажут помощь первую. Спасибо огромное. Спасибо. Вот, друзья мои, запомните эти самые главные правила, которые помогут вам в любой ситуации. Ну что, спасибо вам огромное, Владимир. Я так понимаю, вам сегодня на работу еще? Да, да, да. Сегодня на работу. Мы вам искренне желаем. Дай бог вам поменьше работы. Поменьше работы и вам, и нашим детям будет. Спасибо.